всем привет с вами не агара и продолжаем был такой тут небольшой перерывчик за кадром я проиграла потому что ну тут такой хинтайщи начался что мамочки мои в общем рин у нас переспал стены рене и это уже следующее утро я начинаю просыпаться мир вокруг постепенно приобретает краски и форму картинка стала чуть чем с добрым утром marine сама поприветствовала меня на рене снежной улыбкой она прикрыта одеялом но его недостаточно чтобы скрыть это божественное тело так ее роскошная грудь кажется еще больше глядя на нее я внезапно вспомнил произошедшее вчера ночью наши тела и чувства слились воедино с каждой картинка воспоминаний врывающихся в мой разум я краснился сильнее на рене тоже засмущалась увидев мое лицо ты смотрела как я сплю она молча наклонила голову улыбнулась это значит да как вы себя чувствуете не могу сказать что плохо когда ты так улыбаешься а ты как я отлично но мне все еще кажется что внутри меня о понятно умнее я ничего не мог придумать я почесал щеку и отвел взгляд на рене снова улыбнулась мне тихо выбралась из кровати мне пожалуй пора скоро кэдэ сан вернется простите если бы я умела готовить я бы с удовольствием сделала вам завтрак но все что я могу это приготовить глазунью не бери в голову мне вполне достаточно твоей улыбки вы говорите как мой отец на рене засмеялась я говорю как думаю ох на самом деле я очень рада этому пожалуйста говорите мне это время от времени попросила на меня затем нежно поцеловала ее губы бесшумно ускользнули пора прощаться теперь я спокойно почему-то она сказала это с грустью нырины позвал я ее но она ответила только улыбкой понедельник цучи не уделишь мне минутку на перемене дверь в кабинет неожиданно открылась и появилась госпожа бени госпожа бени в чем дело ты что-нибудь знаешь она рене а что с на рене ее отец позвонил сказал что она какое-то время не сможет ходить в школу что так значит ты тоже ничего не знаешь что это значит она заболела с нехорошим предчувствием я вскочил со стула не знаю я поинтересовалась в чем причина ее отсутствие но ее отец не объяснил поэтому я хочу чтобы ты навестил ее когда будет время я бы не попросила подхватя на простуду но это загадка не дает мне покоя конечно я зайду к ней сегодня спасибо госпожа бени ушла иску из класса она сегодня не пришла что же происходит с на рене и и вчерашние слова не дают мне покоя вдруг я сильно разволновался хочу увидеть на рене услышать ее голос больше не волноваться за нее я не смог вспомнить что потом рассказывали на уроках конечно волновался что же происходит я услышал голос короля демонов и до из домофона он не разрешил мне увидеться с на рене вот так вот не объяснив почему лишь с отчаянием сказал что нельзя что же случилось на рене все ли у нее хорошо что же происходит не представляю что же делать что там у нее случилось такое четверг дня уже прошло вот уже четыре дня на рене не приходила в школу я каждый день приходил к ее дому но так и не смог увидеться с ней и никто ничего не объяснил лежа в постели я ломал голову в чем же причина такого ее поведения не думаю что это проблемы со здоровьем в таком случае она бы рассказала мне что же с ней такое кое-что не выходит у меня из головы почему в тот день она ждала меня у дома что она хотела рассказать я попытался вспомнить все что она говорила она сколыхнула воспоминания и мысленно вернулся в день нашего знакомства я открыл все ящички своей памяти в маленьком парке на закате девочка держит меня за руку да та самая девочка я помню ее длинные синие волосы вежливый но бодрый голос и заостренные ушки выдававшие ее принадлежность красе демонов и ее пурпурные глаза что я усиленно пытаюсь установить образ памяти я ошибся запутался но воспоминания очень яркие определенно никакой ошибки нет девочки были светло пурпурные глаза а у этой красные это не ныриные в тот вечер когда на рене пыталась сбежать возник этот вопрос вопрос который я несмотрительно выкинул из головы но я уже не могу забыть его на рене не было той девочкой тогда возникает следующий вопрос кто же она кого я встретил в тот вечер если та девочка не на рене то мои чувства к на рене не искренне что же помнит на рене то встреча восемь лет назад быть не может появилась догадка девочка с пурпурными глазами девочка с красными глазами и девочка влюбленная в меня девушка которую я люблю девочка с которой познакомился восемь лет назад если это правда вдруг я понял что чувствует на рене о чем думает на рене что решила для себя на рене и чего она пытается достичь это глупо он понял я что-то нифига не поняла на субботу я думаю что все равно разберемся потом суббота я смотрю в потолок лежу на кровати на рене не было в школе уже неделю король демонов ничего мне не расскажет я не могу с нею и даже увидеться в тот день у нас на рене появилось нечто особенное по крайней мере мне так хочется думать мы занимались любовью в этой комнате и здесь же попрощались из головы не выходит ее грустная улыбка и последние слова пора прощаться восемь лет назад и три месяца назад теперь мне понятно почему мне тогда все показалось странным могу догадаться о чем она сейчас думает и что собирается сделать потому хочу оказаться рядом с ней но не могу не могу быть рядом и как я раньше не догадался надо было сразу вспомнить если бы я все понял раньше то бы мог рассказать ей своих чувствах я бы мог на рене снизу зазвонил телефон трубка лежит у меня на столе я схватил ее не задумываясь о том был ли это звонок предназначен мне и я сбежал по лестнице силой толкнул дверь плечом на рене на залитой лучами закатного солнца крыши стояла на рене ее длинные волосы плавно покачивались на ветру рим сама ну и как ученица которая так долго не ходила школу может выглядеть настолько прекрасно причем не школа я улыбнулся и пожал плечами на что на рене улыбнулась я пришла попрощаться ясно вы не удивлены я подозревал нечто подобное любом случае тебе не кажется это жестоким ни с того ни сего ты звонишь мне и зовешь на крышу школы а теперь прощаешься знаю это и правда жестоко я стала такой после того дня несмотря на то что она улыбалась и голос ослабел я не хотел знать ответ но я его знал девочка которую встретил 8 лет назад девушка с которой мы познакомились три месяца назад ответ был один это разные люди вы помните этот наряд да ты показала мне его сразу же как только купила ответил я не задумываясь на рене радостно улыбнулась да я надевала его на наше первое свидание лучший день жизни наше первое свидание когда я увидела тебя в первый раз увидел думаю вы уже знаете ответ три месяца назад да мне нелегко было признать это я хотел чтобы она ответила нет но на рене подтвердила мои опасения она все такая же грустная но все лица по-прежнему нисходит улыбка тогда я встретил на рене впервые она дочь короля демонов ее зовут на рене это было всего лишь три месяца назад к ней маленький парк жилого района меня привела ее песня в моем теле живет самая мощная сила среди расы демонов я могу уничтожить целый город в одну секунду если только захочу моё тело оказалось слишком слабым чтобы сдерживать такую энергию я всегда болела лежала дома когда я была маленькая то проводила больше времени в кровати нежели во дворе с друзьями тот день 8 лет назад я сильно болела и не могла выйти в мир людей тот день был очень важен для всех трех миров как дочь короля демонов я должна была прийти в ваш мир поэтому вместо меня пошла она я помню как твой отец рассказывал мне о гуманкулах 1 обладал неистовой магической силой слишком большой для его тело отчего погиб во время эксперимента третьим было примула ее создали из ничего поэтому у нее есть и сила и тело которая в состоянии ее поддерживать а вторым был клон созданный из генов демонов ликорис так звали моего клона настоящую сестру примула этот ответ на все вопросы ту девочку я и встретил тогда с ней мы играли ну хорошо что так он они это ликорис она была очень хорошей девочкой хотя и и знала что она объект экспериментов но была очень жизнерадостная навсегда улыбалась она была одной из моих многочисленных друзей которые навещали мне когда я болела сама дочь короля демонов участвовал в эксперименте это была хорошая реклама для нашей расы некоторые говорили что мне нужно укреплять свое тело чтобы я могла справиться со своими силами во всяком случае мой клон ликорис был куда лучше мне заменой так как я не могла ступить за порог дома в мир людей пришла она и встретила там человеческого мальчика так как она была рождена для эксперимента у нее не было настоящей свободы то время что она провела с мальчишкой стала для нее самым счастливым она смотрела на нее как на обычную девочку ой он он смотрел убрал ее за руку как самую обычную девочку это была ее первая и последняя но настоящая любовь я до сих пор помню лицо с которым она рассказывала о нем она оказалась самой счастливой у них были очень похожие имена это приводило ее в восторг но как в мире людей технология клонирования не была изучена до конца в мире демонов она тоже была несовершенна тело ликорис было измучено экспериментами жизненные силы стали быстро покидать ее это было ее последнее желание она попросила чтобы оставшуюся жизнь она могла прожить во мне она думала что я смогу контролировать магические силы если во мне будут жить двое она думала что я наконец-то смогу зажить жизнью нормального ребенка загадка жизни и смерти все еще не раскрыта не в мире богов не в мире демонов но так как ликорис была создана по моему подобию ученым удалось совместить нас благодаря ей я теперь знаю что такое свобода остался только один непонятный факт слияние жизни дало мне все что было у ликорис ее жизненную энергию магические силы пение и чувства мне передалось единственное драгоценное чувство которое ничто не смогло разрушить ее чувство к мальчику ее любовь к сочи мирину я взяла все что было в ликорис силу жизнь и любовь из ее ясных глаз потекли слезы не летели по воздуху и разбивались о крышу так что я сделала выбор я решила стать ликорис я решила исполнить ее мечту ликорис будет жить во мне я смогу убедить себя что на рене умерла я постараюсь не потерять ее чувства живущих во мне уберечь их странный у него выбор конечно за этим я пришла в этот мир я буду жить чувствами ликорис я здесь чтобы осуществить ее мечту на рене начала ходить по крыше затем подошла ко мне она поднимая глаза красному небу я понял это не оборачиваясь и не думаю что стоит это делать но но не знаю почему но я будучи на рене я я пришла в мир людей чтобы ликорис продолжала жить следующий миг я почувствовал тепло за спиной она прыгнула ко мне и вскликнула но я я хочу любить вас как на рене они как ликорис я так счастлива что именно я сейчас рядом с вами они она но все равно я уже все решила я не должна сейчас быть живой я не должна быть на рене я должна быть мертва почему 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 еще раз почему и все еще остаюсь с тобой на держала себе эту тайну на думала что сможет притворяться но не смогла эмоции взяли вверх они всплыли на поверхность из-за того что на рене казалось будто она бросила лучшего друга забрав у него все она попыталась быть кем-то другим но в итоге лишь угол а сама себе но теперь все кончено потому что я выжила вы вернули меня к жизни история окончена главной героини здесь должна быть ликорис нет главной героини нет истории актер второго плана не может быть главным героем моей любви конец независимо от того что думаю обо всем этом я наконец-то высказался да именно так ответил на рене с лучезарной улыбкой но вряд ли бы ее лицо выглядело печальнее даже если бы она плакала последние три месяца были просто маленьким сном девушки по имени на рене и теперь он закончен этот ангельский голос принадлежит ликорис кстати она нашла пык свободе своей ограниченной жизни через пение она просто сияла когда начинала петь мне нравилось ее слушать поэтому ненавижу себя когда пою это ее личное я не могу тем просто так разбрасываться это предательство нас обдуло легким порывом ветра волосы на рене сметнулись ее улыбка выглядит чересчур радостно настолько что кажется даже печальной меня появилась идея я посмотрел в ее красные глаза и хочешь сыграть в игру в игру задача на переспросил на рене ага если я угадаю где ты будешь находиться завтра в 5 я победил если я тебя не найду то проиграю если я выиграю у тебя будет второй шанс у истории будет еще одна глава если проиграю история закончится так как ты решил абсолютно не брать во внимание мои чувства думаю так будет по-честному нам не идет загадочность но она вызывает у людей азарт но если бы у меня был хоть мизерный шанс молчание длится несколько секунд и на рене решительно кивает идет несмотря на то что мне удалось видеться с на рене ничего не изменилось я все также смотрю на потолок лежа на кровати ничего не изменилось поэтому менять ситуацию придется самому я уже сделал первый шаг к этому ставки высоки я уже решил куда пойду завтра есть только одно место ну качели эти до завтра в пять часов все решится либо проиграю либо верну ее на рене перед глазами стоит ее грустная улыбка я думаю что она пойдет именно к тому месту где они встретились первый раз я напела в парке скорее всего больше то куда не бассейн и живот восемь лет назад в этом месте я встретил девочку из мира демонов три месяца назад и встретил другую девушку из мира демонов здесь же сегодня я встречу с ними обеими одна из них посвятила свою жизнь лучшему другу отдавшему ей себя в один прекрасный миг я понял что же мне в ней так нравится ее невинные глаза голос и сердце я сделал выбор я могу ей во всем признаться потому что люблю ее всей душой я знаю чего она хочет потому что люблю как и та девочка я признаюсь ей в своих чувствах это единственное что я могу сделать для нее я медленно подошел к месту встречи стал позади нее повернувшись спиной знаю в этом городе тысячи мест куда я могла бы пойти но выбрать я могла только это наверное эта игра не для меня ее голос звучит грустно и чисто я чувствовал себя удивительно спокойно ну так что я ведь выиграл на рене кинула история продолжается занавес открыт мы все также смотрим на красное небо повернувшись друг другу спинами я помню как встретил в этом парке девочку из мира демонов и как мы вместе играли но она не была такой как ты может быть мысли корисы и полюбили вас за это вы умеете видеть в людях суть вы помните девочку по имени ли корис не хуже чем себя вы не откликнули чё сделали паш прочитала и так радовались этом три месяца всего лишь три месяца я знаю тебя совсем недолго но этого достаточно я с уверенностью могу сказать что ты красивый по настоящему добрый человек именно поэтому ты мне нравишься я хочу быть с тобой потому что люблю тебя я хочу идти с тобой по жизни с улыбкой я могу понять чего ты хочешь ты чувствуешь то же самое ты любила ли корис и хотела быть с ней вместе потому что любила ее я промолвила она дрожащим голосом и искренние чувства вырвались наружу я хотела быть собой я хотела быть счастливой рядом с ней но не могла быть счастливой может быть ли корис чувствовала то же самое я ее прекрасно понимаю потому что тоже тебя люблю она думала так же как я сейчас она тоже хотела быть счастливой рядом с тобой поэтому ты должна быть всего лишь собой иначе ты не можешь быть счастлива рядом с ним ведь так у я уже не запуталась кто с кем счастлив или корис не может быть счастлива без тебя ринь сама вот она желание ли корис она хотела чтобы на рине жила полной жизнью перед смертью она хотела чтобы желание сбылось она хотела чтобы на рине научилась улыбаться на самом деле для этого, хочет и сама на Рене. Она просто хочет быть с ней вместе. Вместе улыбаться. Вместе петь. Разве ты не можешь улыбаться, будучи на Рене? Могу ли я быть собой? Эй, говорю же тебе, ты должна быть собой. Должна быть счастлива, будучи на Рене. И петь, будучи на Рене. Улыбаться, петь, вместе с Ликорис. А не вместо нее. Я обняла ее дрожащие плечи. Я держал в своих руках ее тепло. По щеке на Рене скатилась слеза. Ты будешь улыбаться вместе со мной? Да. Она медленно подняла лицо. Да. Она улыбалась мне, как того хотела Ликорис и сама на Рене. Она улыбалась мне, оставаясь собой. Мне улыбалась на Рене. Убедила ее все-таки. Молодец. В комнате на Рене пахнет чем-то очень сладким. Рен Сама, я знаю, меня нельзя назвать хорошей девочкой, но она такая милая, когда пытается быть серьезной. Пожалуйста, не злитесь на меня, сказала она, смущение пустив глаза. Я подошел к ней с улыбкой на лице. И что теперь мы будем делать? Пожалуйста, делайте, что хотите, ответил на Рене, отводя взгляд. Хотя мы и стояли в шаге друг от друга. Делать, что хочу. Сама сказала. Тогда, пожалуй, кажется, я знаю. И, ребята, это у нас уже эпилог. Я там еще одну сценку пропустила. Вот кара-энную. Но это как-то все не для моего канала. Ладно, наконец-то Алина говорит. Я лег на парту, остужая свой перегретый мозг. Сейчас мне почему-то грустно расставаться с эгумизационными тестами. Если это возможно, пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Все нормально, Ренкун? Нет. Все носятся вокруг меня из-за моего подавленного настроения. Ты про баллы или про здоровье? Ты знаешь, о чем я. Не волнуйся, Ренкун. На дополнительных занятиях не будет скучно, потому что я буду с тобой. Ты тоже плохо справилась с тестом, Сия? Госпожа Абини беспощадно. Кто бы мог подумать, что она устроит нам тест? Я не знаю историю людей, потому что я из мира богов. Даже Рентян. Эм, ну... Похоже, она хочет сказать меня в свой список. Не включайте. О, так нечестно, Рентян. Я к этому тесту абсолютно не был готов. Для экзаменов по истории мира нужно долго готовиться. Но Рин Сама, она сказала, что результат не повлияет на итоговую оценку, так что не переживайте за этот тест. И это очень в вашем духе, Нарине Сан. Так вот, как ты обо мне думаешь? Кстати, нам разве не пора? Все ждут уже. Точно, забыли о тесте. И я прочистил горло, делал шляпку на голову Нарине. Ладно, идемте, я проголодался. Друзья кивнули мне в ответ. Довольно много людей собралось. Они раступились, когда увидели, что мы уйдем. Вам не кажется, что публики с каждым днем становятся все больше? Да, и я их прекрасно понимаю. На их месте я делала бы так же. Тебя они не смущают? Нет, мне немного неловко, но все-таки очень приятно. Должно быть, так и есть. Судя по ее улыбке, она говорит правду. Ты стала звездой всего за неделю, а то и меньше. Все началось на прошлой неделе, уже стала самой популярной темой разговоров. Теперь все собираются на обеде, чтобы в очередной раз посмотреть на нее. Пора. Толпа внезапно стихла. Не только на крыше, но и во всем здании, на стадионе, даже в спортзале. На Рене. Угу. Она довольно улыбнулась, когда я подтолкнула ее плечом. На Рене встала и уперила в перила, блин, уперила и закрыла глаза. Это просто песня. Песня, подаренная ей лучшей подругой. Она всего лишь поет ее, выполняя данные когда-то обещания. Обещание быть вместе, улыбаться вместе, петь вместе. Лучшая подруга оставила на Рене эту способность ради исполнения таких простых желаний. И сегодня она снова улыбается. И сегодня она снова поет ее чудесный голос, соткан из душ двух девушек. Его называют «Ангельский колокольчик». Она спела песню все-таки. Как обещала. И это финал, дорогие друзья, да? Он выбрал на Рене. У них тут взаимная любовь. И помог ей справиться с терзавшими ее душу этими сомнениями по поводу своего клона. И хорошо, что он ее переубедил, что не надо становиться никаким клоном оставаться простой на Рене и петь песню. Спасибо вам большое за просмотр, ребята. И встретимся на моем канале, в других моих прохождениях, может быть, в визуальных новеллах. Посмотрим. Всем удачного дня, улыбок и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...